ТАРАДАДА Не совсем, лучше ТАРАДА ТАРАРАДА Продолжаем игру Уже блин, я думаю это последняя часть Потому что как бы уже конец Уже реально уже на подходе к Мистеру Икс Уже так страшно Тут все уже роботы уже все так знаешь Враги все мощные Наконец-то теперь столько врагов сколько мне хочется Больше чем надо Погнали О, джет Блин, донованы Донованы такие коварные тем, что они Всегда апперкоты свои делают и на них по сути Невозможно запрыгнуть, потому что они Так джет, сюда И тут сюда Мульчитаскинг Мне нравится когда-то Будут эти Вау, музыка так странно Мне нравится их схватывать Потому что это редко получается Но когда получается, ну они обычно схватывают Блин, здоровье заканчивается Надо было курицу не съедать в начале Хотя, как я мог не съесть У меня же она будет закончилась Ну точнее Ау Так Это музык А джет Не балуйся Грифис О, вот эти, вот да Когда с мечом, короче, придут Это круто тем, что Потом можно этим же мечом всех резать Хорошее начало И Кутузов, вот это то, о чем я говорил Он уязвимый тем, что Вот, например, у Акселя У него вперед-перед Б Это Гендаль вправ Гендаль вправ Он говорит Вот у него этот удар удобный, практичный Тем, что, короче, можно О, вот это классно Тут просто стоишь И никто не может к тебе подойти Ну, кроме вот этого вот Ну, его сейчас не будет Да, у него У него, как бы, удар идет снизу вверх и по прямой А у Блейз она, получается, сначала подпрыгивает И это очень опасно, как бы Это почти никогда не срабатывает Еще мне нравится, что во второй части Мечи никогда не израсходуются О, вот тут вот это, собственно, то, о чем я говорил Как тут получается Такое Небо сейчас темное И сейчас начнет светать сразу И оно реально, как рассвет Такое прикольное Тут столько ножей сейчас накидается Аааа ЦБ не сработал Сильно так быстро, так все На этой сцене, на самом деле, реально есть разница То есть оно быстрее все, ну Бласт процессинг, короче, применяется Мне нравится, что Джек свои ножи подбирает Как будто у него их не бесконечно Так явно, вот именно я иду и вижу, что на меня нож идет А я ничего не делаю Блин, я так редко, на самом деле, использовал Гендальф прав Ну, вперед, вперед Так, мне не нравится, что оно все ярче и ярче Ну, точнее, мне нравится, но Камера Камера просто У нее exposure сейчас Для того, чтобы он более Правильнее так, честно, разблокировать экран Теперь О, вот, вот так вот должно Блин, он прервал запись Продолжаю Вот, я по привычке нажимаю Когда в руках камеры, я нажимаю кнопку включить-выключить Как фотоаппарат Ну вот, я хотел поменять, короче, яркость Теперь прежде смонтировать видео в одно Продолжаем О, роботы, молекулы, партикл, классные Мне нравится Они хоть и роботы, но их все равно можно хватать и бить И обычный звук получит Еще классно, когда они лазерами стреляют через весь экран И звук такой, как бочка Вот так, да О, мне она еще напомнила Майкла Джексона, кстати Надо будет тоже поиграть в него, блин Я вот в таком стиле хочу, честно говоря, играть Ну, именно вот чисто с приставки Чисто вот, знаешь Real-time, real-life Без эмуляторов, без всяких квик-сейвов Без ничего Без... да Ау Ахо-хо-хо Их трудно схватить, они меняют... они как замза Они меняют вертикальную позицию Это самое коварное Да... а ну, попадитесь уже, так Воу Ха-ха-ха Ха-ха-ха Одним ударом, двоих И не специально О, жизнь Е-е-е-е Когда играешь на Хардею, на еще большем чем-то То даются... Левел-бонус, это имеется в виду difficulty level-бонус То есть, за более крутой дают больше очков И это дает, как правило, больше жизни То есть, это, по сути, для баланса. То есть, сложнее, но больше жизни. А-а-а, Бер Джуниор пришёл. Или Бер, Джуниор Бер. Пуль, где ты? Спасибо. Музяка просто. Прикинь, The Street of Rage написано в A minor. То есть, она всеми белыми нотами наиграна. Я в шоке, как бы, с этого. Ну, вот эта песня, которая сейчас играет. Она в ключе, в самом таком попсовом, в котором все самые примитивные песни играют. Но она звучит всё равно при этом офигенно. О, кстати, это классный уровень. Тем, что тут все боссы, но они не могут выйти, соответственно, это как... Блин, песня вот эта, она такая, блин, она... И вот этот звук, он реально как пианино звучит, кстати. Я только сейчас понял. Я только сейчас понял, что, как бы, это же FM-чип. Как они пианино тут нарисовали, мы их делали. Аж захотелось его извлечь из этого трека и посмотреть, как он звучит сам по себе. Лифты, это реально самые лучшие уровни, ну... А, кстати, я сейчас понял, что, блин, во всём Street of Fridge 2 не было пропастей, собственно. В третьей части они были, в первой части они были, и это очень круто было. А тут, да, тут этого элемента нету. Вот, вот чего мне не хватало во второй части по сравнению с Street of Fridge Remake. В ней же, получается, из всех частей набрались, соответственно... Оу! Это моя последняя контине! Так, я не готов тут умирать, как бы. Holy fucking shit! Вот такой я слабачок, на самом деле, всех обманывал всю жизнь. Не дошёл, вон, BRTD на первом месте. Это, конечно, хорошо, но... А вон, ну, в десятые это тоже, ну, второй мой этот... Блин! Я не собирался сейчас это выкли... Ну, да... А, так... А, ну, я уже... Так, сейчас... Я принесу второй дойстик... И применю этот пароль, там, где, короче, можно выбрать уровень сложности и уровень, собственно. Блин, я в шоке! Как я... Как я мог так вообще? Это... Это глупо! Это... Это неправильно! Не, ну да, я, в принципе, логично, что у меня мало жизней было. Такой я слабачок, оказывается. Сейчас, я ищу пароль для этой игры. Соник, Splatterhouse, Steel Empire, Street Fighter, Streets of Rage 3. Так, Streets of Rage 2. Ну ладно. Выбор уровня и другие хитрости. Нажмите и держите A и B на втором джойстике и нажмите... Да, теперь вы имеете возможность... А, всё! A и B только надо было держать. Окей. Так, сейчас второй джойстик подключаем. Нажал. О, есть! Так, вот тут на опции теперь я держу A и B или A и C сейчас. A и B. Нажимаю A и B, а тут нажимаю Start. Всё. Э, не, подожди, это не всё, это не получилось, это не то. Ещё раз, может не только A и B. A, B. Теперь Start. На первом. О, есть! Да, вот, теперь получилось. Hard, Hardest и Мания. Вот теперь я просто отыграю сейчас на всём. Тут можно сразу 9 жизней ставить. И, ну, раунд, соответственно, последний выбираю, потому что я на нём, соответственно, остановился. Это не Voice. О, да, вот это. Хе-хе-хе. Это не Voice. О, да, вот это. Хе-хе-хе. Блин, такой простой пароль, просто держать A, B на втором джойстике и заходить в опции. И можно выбрать любой уровень. Это очень классно. Хе-хе-хе. Я, пожалуй, пройду сейчас последний уровень, чисто на нормале, ну, чтоб, как бы, притворюсь, что у меня ещё пара Continue была, потому что, хотя можно на Hardest, на Manny. Нет, я не помню, чтобы я на Manny проходил. Хотя, блин, это будет слишком жестоко, я не уверен, что я готов. Но я попробую, я рискну, знаешь ли, мне всё равно. Хе-хе-хе. Я, как бы, с ума сошедший. Так, тут у каждого врага по три жизни сейчас. Manny, это да, это не для слабонервных. Но у меня девять жизней. Ах! Тупо не успеваю ничего сделать. И робота два. И они сразу бьют. Класс! Вот это, вот это я понимаю. Ах! Ах! Что же так много? Хе-хе-хе. Блин. Я немного жалею, что я это делаю. Я, на самом деле, на Manny где-то, ну, максимум уровня до третьего доходил. Мания. Классное такое просто. У нас был у меня одноклассник один, который всё время говорил, ээээ, ты псих. Вообще без причины, это у него любимая фраза, кэш-фраза. Вот Manny это типа вот, именно, альтернатива этому. Когда кто-то играет в Три Цифрэйдж на мане, хочется ему сказать, ты пси? Жизни летят. Блин, они реально агрессивно себя ведут все, и у них у всех по три жизни. Особенно у этого. Да ловись уже. Я не уверен, как далеко меня дойдет. Ау. Зачем я это делаю? Не мог нормал поставить. Или хотя бы хард. Я реально... Вот это мне, кстати, не нравится. Тут часто глюки такие странные. Короче, из-за того, что НТС-Т, как бы, сильно быстрый. И... Как бы, процессор, ну, немного обрабатывает информацию до того, как игра успевает. Тут видно, как кадры анимации иногда успевают перед тем, как ты что-то сделаешь нарисоваться. Это... Странно. Наконец-то. Четыре жизни. Ну ничего, еще три хотели. Я так не верю, что я дойду хоть докуда-то в этом уровне вообще. Ой, у меня там опять экспозер разблокировалась. Я забыл ее заблокировать. Но я думаю, она все равно нормально. Надеюсь. Блин. Блин. Тут у Галси... Жизнь... Ну... Ячейка жизни гигантская, как бы. То есть у него здоровье, как у трех Галси. Блин. Зато оно фан. Когда вот так вот именно стена из врагов... Вот так можно делать. И Кутузовым как топором через них всех. Волчер, у него три... Три жизни. Теперь, когда нас двое, это более-менее честно. Я думаю, я смогу. Блин, здоровье заканчивается. Не смогу... О! Жизнь дали. 20 тысяч уже. Наверное, на харде быстрее... Ну. Я не могу концентрироваться. Я пытаюсь предвидеть его атаку. Окей. Ты не понимаешь. Я играю на мании. На меня идет Галси. Это страшно. Фаак. О, еще живой. Но А уже не работает. Блин. Зачем жить, если А не работает? Уф. У Замзы пять жизней просто. Попробуй выживи. Называется. Блин. Дээн. Оно больно, веришь? Каждый удар, оно... Так. Блин. Замза угомонист. Я не знаю, как... Как его предвидеть. Как его предвидеть? Вообще интересно, кто в мире может пройти манию? Ну вот. Кто может играть на таком уровне? То есть... Это... Надо знать паттерны каждого врага. Вот я вроде знаю, да? Но допустим, пока Замза летит в одну сторону, Электро бьет хлыстом в другую сторону. И... Как бы по одному надо как-то. Я не представляю, как это делать. О! Нормально. Дэмэ... У меня не всегда срабатывает магия, кстати. Это странно. Вот именно на... На харде. О, есть. О, есть. Блин. Приво, еще и здоровье не отнимается вообще. Дэмэ... Да то музыка классная. Последняя жизнь. Прикинь, если бы на... На мании... Жизни не... Ну, одно континни было. Блин, я А не могу делать, а пытаюсь все равно. Все. О, континни. А схожу-ка я... Максом. Давно не был Максом. Потом вернусь в Блейзе. Просто я хочу сделать вот так. Это просто отняло у него... Всю жизнь. Вау, так Макс тоже нормально. Для такого уровня. Максом на мании встречается Фрейджи. Я в шоке. Ты, блин, угомонись. Так. Да, Макс тоже нормально. Мне нравится, когда он вот так вот, как бревно вот так через весь экран летит. Сама классная, конечно, хватать врага и... Не, это не очень. И шею долго ему выкручивать вот так. Надо будет так схватить Абадене тоже. А то... А ну, а ну, а ну. А? Он просто тоже хватает. И мы два рестлера такие, знаешь? Схватка. Зе Кусант. Эх. Да, Макс нормально для этого уровня. Для последнего уровня. На максимальной сложности. Не успеваю вообще ничего сделать. Дэммит. Я хочу его схватить, веришь? Сломать шею Абадеде разве не мечта? Дэммит. Не, как-то не пошло. О, есть. Фух. Это почти все. О, Мистер Икс. Ну, еще вшиво и еще куча всяких приспешников его еще будет тут. Но, тем не менее, уже близко. Так. Я хочу, чтобы было нормально видно. Мне кажется, он недостаточно сейчас. Если немного... Вот, вот тут вот, на вот этом сфокусироваться. Теперь нажать Screen Locked, Exposure Locked. Вот. О, и теперь он как бы на этой яркости все снимает. Потому что же уровни меняют яркость постоянно. И... Эмм... Я хочу, чтобы все было видно просто. О, сейчас вроде нормально. Полоски, если что, нету вот этой вот, которая двигается по экрану. Я не знаю, как это... Как это предотвратить. Сейчас намахнет рукой. Эх. О, дэммит. Я не успел ничего сделать даже. Шиво... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Calm down. Я тупо... Блин. Флала с Виктори, как бы. За Шиво, кстати, играть... Так себе. В принципе, в 3rd of Rage 3 за всех играть так себе. Но... Ну, Шиво нормальный, кстати. Такой, относительно... Ну, не знаю. Мне нравится, что его в 3rd of Rage можно было, как бы, открывать. Что он скрытый персонаж был. Зато я скоро на Блейз переключусь. Я не представляю, как. Final Crash, он сказал. Всё. Блейз. Вот это сразу видно, что мой персонаж. Ого! Мне всегда нравился этот звук. Он такой мощный именно. Аж страшный, реально. Ого! Кстати, Мистер Икс не такой мощный, как Шиво. Фух. Ты посмейся мне здесь ещё, Икс. Мистер Неизвестный. Ау. О, есть. Фух. Фух. Всё. Final Crash. О! У меня память закончилась на телефоне. Блин, выключаю. Ну, я сумел. Фух. Мистер. Фух. Экс. Эк. Продолжение следует...